Здравствуйте! В эфире телеканала СЕР программа «Актуальное интервью» в студии Любовь Пермякова. Первая книга о героизме ненцев. Совсем скоро выйдет в свет уникальное издание. «Единственная в России книга о подвигах коренных малочисленных народов Севера в годы Великой Отечественной войны». Сегодня у нас в гостях ее автор, краевед, историк, частый гость нашей студии Юрий Канев. Добрый день! И раздравствуйте! Скажите, закончена ли работа над книгой? Ну, вообще книга, это называется «Подвиг народа». И, в общем, работа на ней закончена. Закончена была еще где-то в мае месяце завершена в основном. Все уже нюансы этой книги. Книга посвящена вообще участию именно ненцев в событиях Второй мировой войны. Дело в том, что... Хотел задать вопрос, почему именно ненцы? Ненцы, ну, потому что я близко, я живу в Ненецком округе, родился в Ненецком округе. И, в общем, мне интересно было, как участвовали именно малочисленные народы. Потому что ведь не секрет, что ненцы, да, в общем, все остальные народы Севера, они до определенного периода в армию вообще не призывались. То есть для них не характерна была вообще военная служба. А почему их не призывали? Ну, в Царской России, например, было четкое понимание, что служить в армии должны только славяне. Это русские, украинцы, белорусы в первую очередь. Все остальные народы, в общем-то, освобождались от рекордской службы. Не будем забывать, что армия комплектовала совершенно по-иному. И, в общем, на протяжении длительного периода, и 18-й, и 19-й, и начала 20-й, в общем, народы Севера, и ненцы, в частности, в армию не призывались. Это была одна из их, как бы, привилегий. Но времена изменились. После революции, в общем, у нас был период, когда шла культурная революция среди народов Севера, когда, в общем-то, было приложено огромное количество усилий для того, чтобы, ну, как бы, подтянуть их культурный уровень, хотя бы, да, до такого более высокого уровня. Появилось большое количество людей образованных, которые заканчивали школы, которые заканчивали техникум, и кто-то успел закончить даже вузы. И, в общем, в 1936 году, когда появилась новая Конституция, там уже не было ни одного слова о том, что все были равны, и все должны были служить на равных основаниях. Но если в 1936 году это было провозглашено, то реальность это стала 1 сентября 1939 года, когда был принят новый закон о всеобщей воинской повинности. И, как мы знаем, 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. То есть все синхронно произошло. Ну, в общем, я так предполагаю, что Советская архитектура прекрасно понимала, что страну ждет большая война, тяжелая война, и нужно использовать все ресурсы максимально для того, чтобы победить в этой войне. И народы Севера, несмотря на свою малочисленность, они, в общем-то, приняли активное участие. В событиях Второй мировой войны имеется в виду это и Советско-финская война, и Великая Честная война, и Советско-японская война. То есть вот именно этим трем войнам и, в общем-то, и уделяется внимание в новой книге. Знаю, что книга будет очень большая, около 400 страниц, и будет рассказывать о малоизвестных фактах. Вот расскажите, как удалось их найти? Где работали в архивах? Ну, во-первых, да, конечно, это материалы архивов, как обычно. То есть архивы и здесь у нас, Неницкого окружного архива. И не только Неницкого, потому что в книгу вошли и ямальские Неницы. И в том, что мы, соответственно, да, как бы даже понимать, что Неницкий народ, он разбросан очень широко по территории севера. То есть если брать такую территорию, так чисто территориально, да, то одна группа Ненцев живет в Мурманской области, они еще ушли до 20-х годов. Вторая группа Ненцев проживает, пусть небольшая, в Архангельской области. Вот это Финишский, Мизинский район. Вот, соответственно, еще одна группа Ненцев, опять же, компактно проживает на севере республики Коми. Самые большие, скажем так, территории, где проживают Ненцы, это Неницкий округ и Ямало-Неницкий округ. И, соответственно, еще часть Ненцев проживает на территории Хантамансийского округа и на Таймэре. То есть вот так, если представить, то образно Ненцы занимают огромную территорию, численность населения Ненцев до войны составляла около 25 тысяч человек. Из них 20 тысяч проживало в Неницком и Ямало-Неницком округе. То есть вот так, чисто территориально, конечно, это огромная территория. Но вот за счет чего удалось как бы собрать информацию об участниках войны. Во-первых, это, опять же, повторяю, архив наш Неницкий окружной, это архив Ямало-Неницкого округа, это музеи, которые, кстати говоря, достаточно хорошо откликнулись на мои просьбы о помощи. И в итоге удалось собрать такой большой материал, ну, плюс, конечно, электронная сейчас нынешние все эти наши базы данных, которые существуют, которые, кстати говоря, активно пополняются. Они, в общем-то, позволяют, ну, в общем, достаточно активно выявлять и смотреть, как бы, вот, кто где воевал, кто чем прославился, кто где погиб, кстати говоря. Вот, кстати говоря, те цифры, которые вот сейчас уже можно так хотя бы на вскидку назвать. Дело в том, что никто, конечно, никогда не вел никакой статистики. И, как бы, вот сейчас вот по большому счету мы пришли к тому, что все-таки мы можем, да, говорить о так называемой антропологии истории, да, то есть человеческий фактор. И в этом отношении вот из 25 тысяч ненцев, которые проживали на территории Советского Союза, ну, вот, по моим, как бы, таким приблизительным прикидкам, это около, там, трех тысяч человек сражалось на фронтах. То есть это практически все здоровые люди, которых можно было призвать. То есть это более 10%. Более 10%. Из них около 900 погибло на фронтах. Вот. И вот из этого количества трех тысяч человек выявлено 253 человека, которые были награждены боевыми наградами. Не юбилейными, не, скажем так, какими-то там наградами за взятие, там, за освобождение, за оборону, а именно боевыми наградами, орденами и медалями, которые были в Советском Союзе. Вот. Из этого количества участников войны выявлен герой Советского Союза, который является уроженцем республики Коми, деревни Мохча. Это Андрей Гуревич Хатанзейский. Он, кстати говоря, в общем-то, его отец был уроженец Большеземельской тундры. Вот. И он, соответственно, воевал в составе саперных частей, отличился при переправе через Дунай, был награжден званием Героя Советского Союза, но до получения звания не дожил, потому что погиб в боях. То есть, ну вот, однако, вот он единственный из ненцев, которые сражались на фронтах, получил высшее звание. Это Герой Советского Союза. Вот мы должны, опять же, поосознавать, что вот из этих трех тысяч человек, это в основном массе свои люди молодые. Это те самые люди, которые получили образование в 30-е годы. Те люди, которые, в общем-то, ну, наверное, были надежды ненцев в будущем, да, то есть это были... У нас даже был ведь подполковник. Ну, да, вот мы говорили уже о Николае Филипповиче Толееве, да, вот он был кадровый военный, а это были художники, ученые, музыканты, то есть люди, которые... Образованные. Да, люди образованные. Их в первую очередь призывали, кстати говоря, в 30-м году, вот когда был первый призыв, были призваны наиболее такие вот передовые люди, которые были образованы, грамотность нужно было иметь, и, в общем, скажем так, какие-то успехи в жизни и в 40-м году, а уже потом стали брать практически всех, кого можно было призывать и в 41-м, 42-м, 43-м году. Вот, причем, повторю, что брали-то лучших, самых таких молодых, и, конечно, удар для такого небольшого народа, для ненцев 25 тысяч, почти тысяча погибших, это, конечно, был очень сильный удар. То есть он сопоставим с тем ударом, который получили все остальные народы, потому что погибло, вот, если так посчитать легко, да, около 5-6%, то есть такие же потери сопоставим понесли русские, украинцы, но русский народ, это более 100 миллионов человек, а ненцы всего 25 тысяч. И для них это был, конечно, очень сильный удар, когда погибла, в общем-то, наиболее такая вот, наиболее мотивированная, наиболее грамотная часть населения. Как проявили они себя в боях? Они же были отличными стрелками. Ну, вот у нас какой-то стереотип, да, о том, что ненцы были вот, вообще народы севера, они были именно снайперами, да, но вот я вам скажу честно, что вообще они воевали, вот, в массе своей, да, вот, как, опять же, брать статистику, это в основном пехота. Это пехота, это разведчики, это пулеметчики, это те, кто был на передовой и не снили большие потери. Вот, кстати говоря, почему и такие большие потери, что воевали с нами на передовой? То есть среди ненцев, в Мивле, например, один летчик, Василий Карелин, да, он, ну, правда, он воевал с японцами на советско-японской войне, вот, был стрелок «Радис», например, самолета Ил-2, он уроженец Ямала, Илья Акатетта, он был геройческим мужиком, вообще очень интересный, сбил в воздушном боях три немецких самолета, он с пулемета, вообще был храбрый человек. Ну, вот если брать, как бы, наших земляков, то вот сегодня, как бы, я могу рассказать о нескольких из них. Дело в том, что первая часть наших земляков, ненцев, они сражались еще в Советско-финскую войну, вот, и, ну, все знают об этой войне, что она была очень жестокая, если она была короткая, она очень жестокая, потому что финны оказали упорное сопротивление, и наши части несли большие потери, потому что опыта боевых действий не было, в основном это были части, которые формировались на обранцев, и вот как раз первый, наверное, Сергей Ефимович Манзадей, он в этом отношении сражался в составе 271-го стрелкового полка, вместе с братом, вместе с братом не сражались, и они составляли пулеметный расчет, пулеметный расчет, он получил там первое ранение, выздоровел, после этого был направлен в полковую школу, получил звание сержанта, и великого Чечневуна встретил уже в должности командира ДОТа, ДОТа на границе с Эстонией. И вот надо сказать, что в этих боях он отличился, они там держали немцев около недели в этих ДОТах старой, старая граница называлась, получил снова там тяжелое ранение, вот, после выздоровления снова прибыл на фронт, и буквально через там два или три дня получил третье ранение, которое, в общем-то, вывело его строя, уже он после этого не воевал. Но его все-таки в итоге наградили орден Красной Звезды. Вот это один из тех, кому, наверное, повезло в самом начале войны получить, в общем, последовательно три ранения, остаться живым. Ну вот, сейчас, кстати говоря, в округе живут его дети и внуки. Вот, ну вот говоря, опять же, о том, что гибла такая наиболее мотивированная часть людей, мы должны сказать, что, да, вот, допустим, погиб уроженец Ханты-Мансийского округа, художник Константин Панков. Вот такой интересный момент, это был человек, который приехал в Ленинград, в общем-то, учиться, учился в Институте народного севера и стал, в общем, очень заметным художником. Его считали самым адренным художником среди вот тех выпускников довоенных Института народного севера. И его картины получили гран-при Парижа на Всемирной выставке 1937 года. Вот, когда началась война, он был призван и, в общем, в ноябре 1941 года оказался вот на таком месте, которое, ну, многие слышали, знают. Таневский пятачок. И погиб там в ноябре 1941 года. То есть вот такая судьба была тоже. Ну, наверное, все-таки был действительно очень одаренный человек, который много еще мог бы сделать, наверное, стать знаменитым художником. Только начиналась его деятельность, ему было 30 лет. Ну, в итоге вот он погиб по смерти у храбрых во время этих тяжелейших боев, когда наши войска пытались прорвать блокаду в ноябре 1941 года. К сожалению, закончилось неудачей. В этих же боях под Ленинградом погиб наш земляк Антон Петрович Парерко, первоненецкий ученый, человек, который осенью 1941 года готовился защищать диссертацию, значит, на соискание кандидата экологических наук. В общем, у него была готова диссертация уже. Но в итоге вместо диссертации ему пришлось защищать не диссертацию, а защищать Ленинград. В составе 10-й стрелковой дивизии он сражался под Ленинградом и погиб 23 сентября 1941 года у Петергоф. В Петергофе, причем даже известное место, где он погиб, он не погиб, получил смертельное ранение в этих боях. Это Петергофский дворец знаменитый, который сейчас является одной же мчужиной, куда все едут смотреть. Во время войны он был разрушен, и вот как раз 23 сентября 1941 года Парерко в рукопашном бою получил там тяжелое ранение смертельное, и был похоронен, его увезли его товарищи. Там, в общем-то, место указано даже, это храм, и вот там он был захоронен своими друзьями, в братской могиле. Но, к сожалению, могила, конечно, до нашего времени не дошла, потому что могил таких, к примеру, это была линия фронта, могил таких было сотни в то время. То есть вот такими людьми приходилось платить за то, чтобы, ну вот, они погибали за... Они были все патриоты, конечно, своей родиной. Они, в общем, вполне осознанно шли сражаться, хотя тот же Петергоф мог получить броню. Ему предлагали, что уезжай в тыл, ты один-единственный ученый из Средневенцев. Он сказал, нет, я буду сражаться. Вот. Ну, вообще, вот, когда я занимался этой книгой, конечно, появились очень много таких интересных фигур. Вот, допустим, один из такой, наверное, ярких фигур. Это Ефимий Ефимович Соболев. Действительно, человек очень интересный. Причем, потому что он начинал как поэт. Причем, он был... Это наш земляк. Да, наш земляк. Он уроженец Большеземельской Тудры. У них была большая семья. И вот Ефимий Ефимович в этом отношении учился здесь у нас. Тогда это было педагогическое училище. Закончил его в 1938 году. Болучил даже премию за хорошую учебу. И вот он был поэтом. Он писал стихи. Причем, очень даже такие неплохие стихи, очень такие звонкие. Такие вот такого. Значит, и его стихи издавались вот «Альманах Заполярье». Там они издавались. Он входил как раз в литературную группу Заполярье. То есть он такой был человек очень деятельный. В 1930 году он добровольно ушел служить на флот. И, в общем, принял участие в финской войне уже сразу же. А затем оказался на Гангуте. Ну, Гангут – это была советская военнерская база на территории Финляндии, которую мы получили по итогам финской войны. И он, в общем, на Гангуте очень отважно сражался. Сражался в отряде капитана Гранина. Был такой десантный отряд. Это был его командир. Участвовал в высадке десантов на острова. Участвовал в боях. Затем он корректировал стрельбу батарей. И уходил он с Гангута одним из последних. Это было начало декабря 1941 года, когда они погрузились на такое судно. Это называлось дизель-электроход «Сталин». Огромное судно голландской постройки. Новейшее. Носило имя «Вождя». И на этом судне было погружено не много, не мало. Там свыше 5000 человек было набито на него. Сели в бочку, их нагрузили и ввозили туда. Причем ситуация была очень тяжелая. Это уже было, скажем так, начало декабря 1941 года. Штормовые условия, мины. В итоге все закончилось печально. Судно подорвалось на минах. Стало тонуть. Но вот Ефиму Ефимовичу, наверное, повезло, потому что его взрывом мин сбросило в воду. Его тут же подобрал морской охотник. Многие утонули. Его повезло. Вытащили его из воды. И в итоге он спасся. А вот большинство тех людей, которые были на директоре, погибли бы в плен потом в итоге. Затем он, соответственно, закончил военно-политическое училище имени Ангельса. И затем продолжал службу на Северном флоте. На Северном флоте уже в конце войны, в 1944-1945 году он служил на Северном флоте. Причем затем в конце войны он уже служил в знаменитой советской школе ЮНГ. Вот был командиром роты. И, в общем, служил на флоте достаточно долго, до 1953 года. То есть ни много ни мало, получается, более 15 лет служил на флоте. Закончил взвание капитана-лейтенанта и вернулся обратно сюда. Но вот, наверное, как немножко странно, что его как бы, несмотря на все его заслуги, он работал, скажем так, в очень скромной должности в колхозе Харп. Стихи уже не писал. Что-то, наверное, изменилось в его жизни. И в итоге он умер, похоронил в колхозе в поселке Красное. Хотя, повторюсь, жизнь такая очень необычайная. Тем более для ненца, оленевода, который начинал свою жизнь в чуме, а вот прошел флотскую службу, отслужил 15 лет, закончил взвание капитана-лейтенанта. Вот. Ну, еще из таких, наверное, таких ярких личностей, действительно, надо сказать, это офицер Петр Андреевич Апицын. Вот тоже такая биография, вот тоже яркая очень. Человек родился в 1910 году. Мать у него была Степанина Апицына, знаменитый специалист колхоза. Она создавала один из первых колхозов в Малоземельской тундре. А он, соответственно, очень великался военным делом. Как у него такое было влечение. И был послан впоследствии в Архангельск для обучения в военной школе. Более того, он там освоил, он летал на планерах. Он такой был настоящий ненецкий кар. Первый, кто поднялся в воздух. Вот, летал на планере, освоил планер. Вот. А затем в 1936 году вернулся обратно и стал здесь руководить ОСАВИАХИМ. Это вот такая была оборонная организация, которая занималась подготовкой молодежи к службе в армии. И занимался не вполне успешно. Началась война. Но он, соответственно, как человек военный, он собрался и ушел на войну. И надо сказать, что война для него прошла очень непросто. Он воевал очень много. Был несколько раз ранен. Вот. Как вспоминать, он даже подал в плен к финнам. Что он смело бежать из этого плена. Ну, итог войны для него был сильно впечатляющий. Он за годы войны получил три ордена Красной Звезды и медаль за отвагу и за боевые слуги. Пять боевых наград. Нет. Очень нечастый. Тем более, что он практически всю войну провел где-то там на передовой. И он уцелел, вернулся обратно. Работал здесь у нас в Малоземельском сельском совете. Руководил. Ну, и вот, как вспоминают его земляки, он очень активно оказывал всем помощь. Ну, люди были в то время сами, мы знаем, что это беднота. Люди, которые в массе своей, там была масса сирот, масса бездольных семей. Он старался помочь всем. Ну, и в итоге это помогался. В то время нравы были очень строгие. И в итоге оказался на скаме подсудимых. И за растрату посадили, дали ему тюремный срок. Ну, в общем, для него это был сильный удар. Награды все отобрали. И в итоге вернулся он тоже другим человеком. И, в общем, как говорят родственники, для него это было переломило всю его жизнь. Как говорится, впоследствии вернулся, конечно, оттуда уже другим человеком. Измест лишения свободы. Хотя, я повторюсь, что для его... Если брать среди ненцев, да, всего два человека награждены пятью боевых наградами. Петр Апицин и уже жизнь с Ямалом, Мурт Панда. Два человека, которые получили по пять боевых наград. То есть, по три ордена и по две медали. То есть, ну, для людей, которые прошли войну, это было очень... Скажу, такие случаи были несчастными. Даже получить одну награду-то было сложновато. А они пять раз отличились. Вот. Ну, из таких, наверное, уже ярких персонажей. Вот в этой книге у нас рассказывается о Василии Николаевича Валея. Это у нас был тоже вот человек, который был уже еще до войны, вступил в партию большевиков. В 31-м году он еще вступил. То есть, 10 лет до войны. Человек был очень волевой, решительный. Когда началась война, опять же, добровольцы отправились на фронт. И на фронте ему пришлось тоже шлибнуть очень много лихого. Он сражался в основном в составе фронтов, которые наступали на южных направлениях. Его внучка Галина Анатольевна Артеева вспоминает о том, что его несколько раз отправляли для того, чтобы он поднимал в атаку калмыков. Мне всем известно, что калмыки особо войять не хотели. Так вот, когда приезжал Василий Николаевич, он был похож на них, большого роста тоже. То есть, это воспринимался как видишь. Бой, да, воспринимался, да, что они увидели, что он вроде человек-то похож на нас, да. Он говорил, ребята, значит, надо наступать. И они в итоге шли за ним воевать. И, в общем, надо сказать, что война для него была тоже очень тяжелая. Он получил за годы войны 5 или 6 ранений. Причем один раз пуля прошла, ему буквально, значит, снайпер попал ему в голову. Пуля прошла показательно, ему повезло просто очень сильно, что он не убил на повал. Вот, был награжден двумя медалями за отвагу и двумя армии честной войны. Первый и второй степени. В первый случай несчастный. То есть, 4 боевых награды. Вот, когда, придя с войны, это был совершенно другой человек. Он до этого-то был у него достаточно такой жесткий нрав. Когда он приезжал, вообще, он с ним было очень тяжело. Потому что, ну, прошло очень много. С 42 по 45 год. Закончил войну в Чехословакии под Прагой. Ну, в итоге, как бы, боевой офицер, человек, который привык, чтобы ему подчинялись. Не всем она нравилась, между прочим. Особенно тем, кто не воевал. Конечно, его жесткие такие требования, жесткая позиция жизненная, она не всем нравилась. Вот. Но умер он в 71-м году. В возрасте 60 лет похоронен он в Иркуте. В Иркуте. Вот. Ну, и, наверное, еще вот такие два очень интересных тоже. Уже они помоложе были. Вот если брать, там, Валерий, он там был, Василий Николаевич, он был в 1902 года рождения. А вот, например, один из наших тоже земляков, тоже фигура уникальная, это Илья Николаевич Тиборей. Он в этом отношении был 20-го года рождения. Тоже как раз из того комсомольского племени, которое вот только начинало жить. И началась война. И он, в общем, воевал под Мурманском сначала. Надо сказать, что вот он был артиллерийским разведчиком. Такая была дожесть. Очень тоже нужно было достигать цели и подавлять их. И в итоге, надо сказать, что он закончил войну в Венгрии. И вот его сын вспоминал, как он рассказывал, как он получил свое тяжелое ранение. Значит, он на Велисе, в американском джипе. Значит, они шли вдоль линии фронта на машине. И он в бинокль, значит, давал по рации цель и указание, чтобы подавляли цели. Он служил в это время, значит, как раз уже командиром отделения разведчиков гвардейского минутного полка. И немцы, конечно, заметили вот эту машину, которая идет. Они поняли, что это артиллерийский хирурщик. И накрыли ее артиллерийским огнем. И когда рядом стали рваться снаряды, значит, водитель кричит ему, Илья, тебе ногу оторвало. Ему срезала осколком ногу. А он даже этого не заметил. В горячке боя, когда он посмотрел, наносили нога висеть на лоскуте кожи. Вот. Но цели подавили. Он, в общем, остался жив. Ногу ампутировали. Он остался, конечно, на всю жизнь инвалидом. Но вот его внешний вид, конечно, в космосочном фотографии, это было очень видно, храбрый человек. Даже фотография, что он был очень храбрый человек. Но и награды говорят об этом тоже. Да, у него было два ордена славы и две медали за отвагу. То есть тоже такой был героический человек. Умер он в 81-м году. В возрасте 61-го года. И похоронен у нас на Реймаре. И вот еще одна личность, которую тоже надо о нем сказать, потому что действительно не так много таких ярких фигур, о которых можно много рассказывать. Это Кипринян Прокопьевич Бубриков. Он уроженец Канинской тундры. Ростники живут его в Оме. Он, соответственно, у него была такая тоже интересная фронтовая профессия. Это бронебойщик. Бронебойное ружье. Такое ружье, с которым можно было подбить легкий танк. Бронится протер. И в итоге он воевал с 43-го по 45-й год. И действительно, это был тоже очень храбрый человек. Хотя, как говорит Ростников, он никогда не вспомнил про войну. Не рассказывал про него вообще ничего. Как он воевал? Не хотел. Умер он в 77-м году. И его дочери говорят, что он про войну вообще не любил и не хотел. Как и большинство, наверное. Большинство фронтовиков не любили об этом говорить, потому что, естественно, это страшное было дело. Ну и вот Бубликов в этом отношении был бронебойщиком. И из своего бронебойного ружья, для него, наверное, было такое, что снайперской винтовки. Дело в том, что стрелял очень метко, видимо. Как раз вот та фигура. И он из своего бронебойного ружья уничтожал пулеметы, автомобили. И даже отдельных пехотинцев стреливал. Это очень сложно, потому что бронебойное ружье такая штука очень тяжелая. 20 килограмм веса, отдача очень сильная. И попасть из нее в человека отдельно очень сложно. Однако вот в боях за Виттенберг в Саксонии он из своего ружья уничтожил 7 невестских силоватых офицеров. То есть как снайперскую ружью использовал. С открытым плицелом. Ну, в общем, слева-то такой был меткий стрелок. Ну, если у человека попадает такая пуля, она размером, такую хорошую сливу, то ему что человек, это мало чего останется. Его там развернет наизнанку. Он прошел всю войну, остался жив. И, в общем, он вернулся обратно, имея на груди орден славы и три медали за отвагу. То есть тоже такой случай нечастый. Ну, вот, потому что даже одну медаль за отвагу считалось уже на фронте явно, что человек сражался очень отважно. А у него было их три. Вот. И вот, в общем, это вот такая, наверное, яркая группа лиц, которых в книге написано. О них есть отдельные очерки. Ну, а о многих просто рассказывается, какие-то элементы их... А женщины были среди Нинецкого? Вот насчет женщин интересный факт, между прочим. Кстати говоря, долго я пытался понять. У нас в Нинецком округе женщин не призывали на фронт. Я не выявил таких фактов, их нет. То есть... А вот на Ямале призывали. На Ямале призывали, и призывали, естественно, большую группу. Там, по крайней мере, 5-6 человек я нашел точно. Сюжеты для вашей следующей книги. Нет, нет. Это как бы я их выявил. Единственная, как бы вот, персона, которая более-менее носилась подробная информация, это Марина Петровна Хатанзеева. Она дочь известного Нинецкого и хантыйского просветителя Петра Хатанзеева. И она, будучи вот совершенно юной, там было 18 лет, она оказалась в блокаде. Она училась тоже в Северном Севере. Она, в общем, в 42-м году оказалась дома. И она очень хотела пасть на фронт. Вот, она занималась... Все военные обучи, такой был программ, в следующей часовой, она занималась там, стреляли. Значит, в итоге, в 43-м году она поехала на призывную комиссию. А у нее был очень маленький рост, 1,49. А призывали с 1,50. Вот она так хотела пасть на фронт, что, значит, она знала, что один из врачей, он старенький, у нее плохое зрение. И она пошла именно к нему. Когда он замерял рост, она пристала на цепочке. У нее рост там стал 1,49, 1,51. И в итоге ее призвали. Она воевала, она закончила курс визистов. Она воевала, прошла войну. Была награждена медалью за отвагу. И, в общем, благополучно вернулась обратно домой. Ну, сейчас там на немале живут и уже ее... Она тоже ушла вашей книгой? Да, конечно. Ну, не так много, конечно, информации о ней было, к сожалению. Но вообще, в итоге, она, к сожалению, умерла в 2005 году. Но вот так или иначе о ней рассказывается. Единственная женщина, Ненко, награжденная боевой наградой. Кто придумал название книги? Ну, не знаю, сам придумал. Я, в частности, название придумываю обычно книгам сам. То есть стараюсь, чтобы... Название достаточно емким, понятным. То есть для того, чтобы было понятно, что это действительно подвиг народа. Потому что, повторяю, что малочисленный народ, да, сумел в событиях Второй мировой войны, Великой Отечественной войны показать образцы высокого героизма. И действительно об этом надо говорить. И, насколько я знаю, сейчас Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, они думают о том, чтобы вообще каким-то образом продолжить эту тему. Потому что ведь воевали и ханты, и манси, и овены, и овенки, и долганы, и многие-многие-многие народы Севера. Их, кстати говоря, очень много, между прочим. И если там смотреть, то история получается огромная. Действительно многие воевали. И вот я в книге, кстати говоря, взял на себя смелость от каждого народа по одному человеку привел в качестве примера. В конце, потому что, ну, ненцы воевали, если отважно, да, но и другие народы воевали. И я взял, там были герои Советского Союза и кавалеры Арненов Красного Знамени. То есть я их там привожу в качестве примеров, как людей, которые представляют другие народы. Ну, показать, что все-таки, да, это большая история, огромная история, которая требует серьезных исследований. То есть это не на один год, надо заниматься этим серьезно. А где можно найти вашу книгу? Ее пока не можно найти, потому что она существует пока только в Вакуаписном Леониде. А в дальнейшем, я так думаю, что, ну, пока еще нужно решить вопрос, главный вопрос финансирования. То есть нужно найти деньги для того, чтобы профинансировать этот проект. Ну, а затем, соответственно, я думаю, что она будет расходиться по библиотекам в первую очередь. По библиотекам, по, вот, наверное, землячествам, которые существуют. То есть вот по школам, да, по школам, да, чтобы люди могли познакомиться. Потому что, да, объем, кстати говоря, достаточно большой. Вот по тем, как бы, прикидкам. Сейчас у меня получается рукопись в районе 300 страниц. Вот, если брать все материалы, которые собраны, фотографии, где-то около 600 участников войны, которые воевали на различных фронтах. Ну, вот, достаточно такой массив-то большой получился. Но это, повторяю, что касается только одного народа, молчатого народа севера, а это имеется в дунинцев. Это еще только, как бы, начальный период. И очень надеемся, что, вот, может быть, да, в перспективе, опять же, у нас есть ассоциация коренных холостых народа севера. Я думаю, что, может быть, ему удастся создать такой же труд, касаемый всех народов, которые жили на севере. Потому что героев-то много. Да, и снайперы знаменитые, как раз те самые эвенки и эвены, которые там на фронте сражались, и многие другие. То есть там есть о ком и о чем поговорить. Я думаю, что у вас появятся еще новые книги. Я вообще надеюсь. Перевиктор, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вы у нас частый гость, рады всегда вас видеть. Будем уже ждать в следующий раз с книгой готовой. Хорошо. Я тоже надеюсь, что, да, у нас есть еще один проект, который в ближайшее время, я надеюсь, реализуется. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был историк, краевед, автор книги «Подвиг народа» Юрий Канев. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин